Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что у автора Алены муж потерял маму. И через год после того, как это случилось, он ушел от Алены. Не хочет возвращаться, говорит, что ничего не чувствует, что ничего не хочет, мысли крутятся вокруг мамы, вокруг папы, и говорит, что пока так. Тем не менее, он продолжает ей писать, встречи только по инициативе Алены, и, собственно говоря, автор спрашивает, точнее не спрашивает, а просто говорит, что не знает, что делать. На какой-то контакт идти муж не хочет, вот, значит, на все предложения Алены по поводу того, как можно было бы организовать, например, взаимодействие с папой, да, мужем. Вот, значит, мужчина, как бы, отказывает, говорит, что, ну, вот, никак, никак не хочет, будет только вот с ними, там, точнее с ним с папой, я так понимаю, находиться. Вот, и все. Значит, значит, что хочется сказать, во-первых, наверное, вот первое, что хочется сказать, что вам нужно определиться, значит, какую проблему мы решаем. У제를 Jeopardy? Легровуюся. Вов... Иву... Кризевани? утрапы, переживания, потери близкого человека, это один момент. Тяжелый, неприятный момент, но это один момент. И ваша проблема, которая высвечивается здесь, которая, ну, проступает здесь. Другая. То есть, вот какую именно проблему мы решаем, в первую очередь нужно, на мой взгляд, и определить. Если вы, вот, вы сам испытываете какие-то негативные чувства. Понимаете? Если это чувства потерянности, чувства, там, брошенности и так далее. Обиду, злость, недоверие, страх, может быть, и так далее. Да? То есть, вот, нужно разобраться, потому что помочь вашему мужу, да, в этой вот ситуации достаточно, скажем так, непростой ситуации. Вы сможете, ну, на мой взгляд, только если будете как-то, ну, понимать себя, вот, понимать свои, ну, свои, свои желания, понимать свои приоритеты, свои предпочтения, вот, и так далее. В остальном случае, случае, я бы сказал, что вы будете просто сталкиваться с трудностями, с трудностями, и в первую очередь это трудность, конкурентности. Когда, вроде бы, по своим внешним проявлениям, вы, вроде бы, как направлены, вы, вроде бы, как нацелены на одно, а как бы фактически получается, что вы нацелены совсем на другое. и если мужчина по какой-то причине это чувствует, да, то, соответственно, ну, логично, на мой взгляд, совершенно, что ничего у вас не получится, в смысле, ну, какой-то нормализация, скажем так, нормализация отношений, вот, потому, там, потому что, потому, что вот, всегда будет, эээээ, такая, ну, такая неприятная ссора, да, что, будто бы вы говорите одно, да, Человек вот слышит как будто другое и вот ничего как бы конструктивного не получится. Мне показалось из вашего текста, что вы не очень... Понимаете, своего супруга здесь. Вот. То есть мне кажется, что он не разделяет его позицию. Мне кажется, что вы сталкиваетесь со своей, ну знаете как, такой вот внутренней болью в этой ситуации. Вот. И она, эта внутренняя боль, ну как бы затмевает вот всё, что касается вашего мужа. И вы знаете, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, это нормально абсолютно, на мой скромный взгляд. Вот. И на мой скромный взгляд, вот эта вот такая как бы разница, разница в ваших, ну вот, восприятиях. Ну вот, на мой взгляд, повторюсь, является хоть и, ну такой, знаете, неприятной историей, да? То есть, ну неприятно как-то осознавать, что вы, значит, с супругом, вот, по-разному видите ситуацию. Вот. Это, ну всегда, так всегда, неприятно. Неприятно это чувствовать, неприятно это как-то вот, ну замечать, да? Это всё очень неприятно. Но, тем не менее, вот мне кажется, что, как бы признать этот факт, признать его, признать вот, что, ну вы по-разному, по-разному, по-разному видите. Видите. Эти. Как бы. Ситуации, да? Вот. Очень важно для отделения психоэмоционального вашего от мужа. Вот. И проживание своей некой такой боль, если хотите. Вот. Своей, своих, неких таких негативных, рикетных. Чуд. Копёр у вас есть, ну, сейчас, по крайней мере, по крайней мере. И вот, собственно говоря, собственно говоря, в этом ключе, как раз, значит, психолог, на мой взгляд, и может нам помочь, собрать внимание, да, что вы не задаёте вопросы. То есть, ну, вы никак его не формулируете. К сожалению, большому моему. И, собственно, исходя из этого, не очень понятно, чем может помочь вам психолог, кроме только того, чтобы помочь прошить вам негативные чувства, которые у вас есть. Вот. То есть, тут вот такой нюанс. Пусть бы вам больно, просто вы, просто вы переживаете определённые эмоции, да? То есть, что вы переживаете некоторые вот чувства, что вам плохо в той или иной степени, это понятно. Но очень важно не потерять себя сейчас. И не раствориться в, ну, в человеке. Вот. Потому что без помощи психологической, например, это может тянуться очень долго. Поэтому отходить очень долго. Вот. Можно, конечно, ну, можно много говорить о том, например, что вашему мужу, ну, как-то вот, может быть, может быть выгодно то, что, ну, то, что он делает. Да? Вот. Может быть у вас есть какие-то вот, были, были, точнее, были, были какие-то трудности, какие-то проблемы. Вот. То есть, это, этого нельзя исключать. Но факт остаётся фактом, что здесь вы рискуете только одно. очень сильно себя потерять. Вот. И вот наша задача, какая здесь заключается. Вот. Помочь вам просить вашу боль. В чём она? Выражается. Пока что в ней не ясно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.